Субтитры делал DimaTorzok Нам нужна сегодня победа! Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и посмотрим сегодня, насколько они будут мотивированы после победы в Кубке России с минимальным счетом 1-0 против Чертанова Об этом тоже чуть подробнее поговорим в нашей трансляции, но сейчас ждем стартового свистка главного орбита сегодняшней встречи Александр Пановаревый, дожидаемся его и игра начинается! Мы переходим к составам играющих команд. Вот так вот тяжело начинается играться на самом деле с нарушением правил Ольга Чернова здесь не права И достаточно серьезно Эльвирик Зиястиновой достается и как бы здесь замены! Сразу же не потребовалось, но вот считанные секунды прошли С начала игры Зиястинова держится за лицо, там угол спины, по-моему, ей досталось И не может пока подняться, будет оказана помощь Одной из главных звезд команды «Россиянка» Ну вот таких потерь надо избегать! Перед стартом Т-Лиги Чемпионов дают ей понюхать на шахтуру, по-моему, или что вот там случилось Давайте посмотрим, закапывают ей в нот Неужели лицом столкнулась с Черновой? Тяжелый такой момент, вы знаете Мало того, что травмирована Дмитренко в составе «Россиянки» Ну а пока оказывает помощь Зиястиновой, тут продолжается борьба Борьба фанатских секторов ЦСКА и «Россиянки» Причем сектор фанатских «Россиянки» находится на центральной трибуне На центральной трибуне спортивного комплекса «Новые Хинки» Так что слышать вы их можете отчетливо Ну что, пожелаем Эльвире Зиястиновой здоровья Будем надеяться, что все с ней в порядке Если умеет она продолжить игру, но вот сейчас с большим трудом Она покидает поле, даже теряет немножко равновесия Как бы там сотрясения не было Или, не дай бог, какой-нибудь трещины или перелома лицевой кости Не дай бог, друзья Но такое впечатление, что Зиястинова готова будет продолжить этот матч Ну это хорошая новость для футбольного клуба «Россиянка» в любом случае Ну и арбитр следующей встречи Александра Пономарева Здесь даже желтой карточкой не показала за этот эпизод Давайте с студийской бригады начнем Так необычно будет Александр Пономарева, главный арбитр в поле Имеет, между прочим, разряд кандидат мастера спорта по баскетболу Вот так вот начиналась ее профессиональная спортивная карьера Но затем перешла она в любительский футбол Ну а потом уже, собственно, стала арбитром Там очень интересная история Но подробности этой истории я, пожалуй, рассказывать пока не буду Опасный момент сейчас был у ворот футбольного клуба «Россиянка» Ворота которой сегодня защищает Анастасия Ананьева Номер первый Мы Анастасию поздравляем с 21-м днем рождения Сегодня такое серьезное у нее знаменательное событие Так сказать, полное совершеннолетие 21 год, такая очень важная дата Ну в нашей стране, по крайней мере Какая ошибка, друзья! Какая ошибка Безенкова с мячом! Сейчас продолжим Про Ананину, конечно же, ну и момент Не удается Валерию в одиночку здесь создать Итак, Анастасия Ананьева, с днем рождения Желаю спортивных успехов, конечно же И от канала «Скорта», и от болельщиков футбольного клуба «Россиянка» И от болельщиков футбольного клуба «ЦСКА» в том числе Ну и Бестрам, конечно же, продолжает свою спортивную карьеру И уверенно защищает пост номер один в составе «Россиянки» Сегодня ей, наверное, место в воротах Она же играла против «Чертанова» Играла уверенно Ну а вот в кубковом матче против «ЦСКА» Ананьева не самый лучший матч провела Ошибалась на выходах Ну вот, так сказать, может быть, это такой второй шанс Проявить себя против одного из главных претендентов На золото в российском чемпионате среди женщин Вот они, вот они, валельщики «Россиянки» Давайте перейдем уже к составу полевых игроков Команды «Россиянка» В «Россиянке» Яна Литвиненко Номер 11 Дарья Чугай Третья Людмила Шадрина Капитан команды Номер 5 Отсутствие Экстрины Дмитренко сегодня Аскерт-давсток порядка Именно Людмила Мария Алексеева Номер 17 Эльвира Зиястинова Номер 71 Дарья Яковлева Шестая Татьяна Петрова Семидесятая Анна Человяга Номер 99 Татьяна Степанова Десятая Валерия Безенкова Номер 20 Георгий Шибаршин Главный тренер команды И вот кого сегодня Георгий Шибаршин может выпустить на замену Я скажу сразу, поскольку была серьезная травма у Зиястиновой Но благо не потребовалась ей замены Ну мало ли чего может произойти Давайте узнаем, кто же сегодня в запасе У «Россиянки» какой момент сейчас был Достает Ананева сложнейший мяч На самом деле очень неудобный Вот в женском футболе такие залетают, между прочим, и нередко Но здесь Ананева справляется Итак, в запасе сегодня Елизавета Щербакова Голкипер номер 77 Игроки в поле Которые могут появиться Виктория Мустафина Восемьдесят девятая Маргарита Мануилова Тринадцатая Олеся Щербак номер 9 Анастасия Дронова Четвертая Наталья Перцева Двадцать Вторая Вот на кого может Георгий Шибаршин В сегодняшнем матче рассчитывать А сейчас давайте посмотрим За подачей углового В исполнении ЦСКА Ну а затем перейдем к их составу Стандартное положение И здесь Небольшая пауза Возникает Александр Пономарева Увидела там Такую серьезную борьбу Во Вратарской площади Сделал устное замечание К футболисткам Ну и сейчас, да Свистовкой можно будет Этот угловой Разыгрывать Итак Следует подача Высокая На дальнюю штангу И забивать Такие, конечно, надо Мажет мимо мяча Ксения Цибутович А она-то, кстати Забивать умеет Несмотря на позицию Номинальную позицию Защитника команды Но, тем не менее Этот момент Голом не заканчивается И мы переходим К составу Московского ЦСКА Буква С Итак, извините за небольшую паузу. Продолжаем по составу команды ЦСКА. Эльвира Тодо в воротах номер один. Анна Кожникова, капитан команды, третья. Ксения Цибутович, девятнадцатая. Ксения Коваленко, номер одиннадцать. Ольга Чернова, двадцать третья. Екатерина Сочнева, двадцать пять. Анастасия Конюхова, номер семь. Карина Блынская, восьмая, девяносто первая. Надежда Смирнова, Наталья Машина, тридцать вторая. И Габриэль Абуди, номер семьдесят семь. Сергей Скобляков, главный тренер команды ЦСКА Москва, начальник команды. Я его тоже всегда буду представлять. Он принимает активное участие в тренерском процессе. Это Максим Зиновьев. И сегодня в запасе у армейк Юлия Гринченко, голкипер номер двадцать один. Восстановилась, как мне кажется, она уже практически окончательно от тяжелой травмы, которую получила на старте сезона. Игроки полевые. Дарья Шквара, шестая. Вера Симановская, тринадцатая. Валерия Беспаликова, шестая третья. Ксения Шахова, шестнадцатая. И Екатерина Петухова, номер сорок четыре. Ну и возвращаясь к арбитру сегодняшней встречи, Александр Пономаревой, арбитр категории FIFA. Между прочим, сегодня обслуживает эту встречу. Я надеюсь, что с судейством никаких проблем не будет, поскольку иногда возникают в судействе вопросы в российском женском чемпионате. Ну а бригада арбитров сегодня достаточно квалифицирована. Габриэль Абути с мячом отдает на лево. И сейчас подавать можно в штрафную площадь. Следует подача. И пробить машина здесь не смогла. Активно ей мешали. Ксения Коваленко в атаке. Подключается из обороны. Подключается настолько активно, что Ксения нарушает правила в этом эпизоде. Ну и пока есть пауза. Давайте все-таки взглянем на турнирную таблицу. В нынешнем ее состоянии. Итак, двенадцатый тур чемпионата России начался вчера. Ну я думаю, что перенос, вот я и обладаю официальной информацией, перенос этого матча на сегодняшнюю дату был связан именно с тем, что ЦСКА участвовал в розыгрыше Кубка России. Ну как мне кажется, это было бы логично. Итак, три матча из четырех состоялись вчера. И вот их результаты. Красноярский Енисей дома принимал пермскую звезду 2005. В итоге красноярки уступили со счетом 0-2. Второй мяч звезда. Командная звезда забила в минуте так на 82-й. Вообще была интрига в этом противостоянии. Екатерина Понтьюхина два заотличилась в составе звезды, которой предстоит серьезнейший матч розыгрыша Лиги Чемпионов. Ну давайте об этом позже. Кубаночка провели очень интересный матч в Краснодаре против Чертанова. Проигрывали 0-3 Чертановкам, которые расстались со своей звездочкой, с Надеждой Карповой, перешедшей в испанскую валенсию, в типичного середнячка испанского дивизиона. Ну вот это ее выбор, собственно. Ей там и продолжать карьеру. Не знаю, насколько этот выбор правильный. Тут вопрос уже к самой Надежде. Ну и Рязань ВДВ разгромила Дончанку на своем поле. Вернулась в состав Лена Данилова, залечила свои травмы голеностопа и отметилась одним из голов в этом матче 4-1. Победа Рязани. Тем самым Звезда возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона женского чемпионата с 29 очками. Позади Чертанова. У Чертанова игра в запасе. 12 игр у Звезды, 11 игр у Чертанова, 23 очка, 6 разница. Ну, по потерянным 3 очка всего лишь. Рязань ВДВ. 22 очка, 11 игр и 3 место. И ЦСКА. 10 игр, 22 очка. Ну, то есть, если ЦСКА одержит 2 победы, им нужно, собственно, также до 12 игр доиграть, то у команды будет 28 очков. Всего лишь одно очко будет разделять Звезду и ЦСКА. То есть, вот эти разговоры о том, что нужно команде побеждать во всех оставшихся 4 матчах и принцепы ЦСКА. Это по силам. Если удастся проявить свой характер, показать его, то в этом случае ЦСКА станет чемпионом Россия. Здесь момент. Анастасия Ананева играет на выходе. Здорово. Против Натальи Машиной. Ценой даже небольшого, мне кажется, повреждения, но тем не менее, со своей задачей Анастасия справляется и выручает россиянку. В этом непростом моменте идет 12-е, точнее, заканчивается 12-е минута. Встреча счет не открыт. 0-0. Ну, букмекеры считают явным фаворитом сегодня именно футбольный клуб ЦСКА. Оно и понятно. Но вот настолько явно или это фаворит, все-таки младший принципиальный. А я не зря вам называл запасных и вот она ранняя замена. Действительно, не может продолжить игру Эльвира Зиестинова, получившая травму на первых секундах этого матча. Ай-яй-яй. Виктория Мустафина на 13-й минуте появляется на поле вынужденная замена в составе футбольного клуба россиянка. Но Эльвире надо пожелать здоровья. Все-таки в розыгрыше Лиги Чемпионов она будет крайне необходима своей команде. Будем надеяться и пожелаем ей возвращения на поле уже в матче в Исландии против Сьярняна Исландского. Против номинально второй команды Исландии. Да, будет непросто россиянке в нынешнем ее составе в составе омоложенном но шансы на проход есть. Но я думаю эту информацию я оставлю при берегу на, наверное, второй тайм. Поговорим мы и о предстоящей Лиге Чемпионов а сейчас вас интересует именно игровой процесс то, что сейчас происходит в этой встрече. Как я говорил для россиянки это подготовка к Лиге Чемпионов последняя а для ЦСКА это рядовой матч регулярного чемпионата впереди у них выезд и матч против Дончанки принесенный девятый тур 8 октября состоится этот матч. Ну об этом они будут думать уже по окончании матча нынешнего который сейчас проходят на поле спортивного комплекса Новые Химки. Мустафина заиграла здесь Габриэль Элгене ее обокрала и Мустафина сейчас получит желтую карточку абсолютно заслуженно. Явный откровенный фолл держала руками на камерунскую футболистку и собственно арбитр это естественно заметил но там откровенно это было все вы могли видеть. Желтая карточка первая в этом матче показана на 14-й минуте. Екатерина Сочнева у мяча будет исполнять этот стандарт просит она подальше Мустафину отодвинуть арбитра да показывает главный рефери шажочек назад надо сделать подачу мне кажется сейчас прическу немножко поправили Мустафиной вот этой подачи поправила Сочнева ну и браво Анастасия вот кто пока герой этих 15 минут в составе россиянки второй серьезнейший такой сейв в этом матче после удара головой в исполнении армии Екатерина Сочнева будет подавать ну а на него в свой день рождения просто молодцом себя проявляет не перехвалить бы Анастасию пожелаю ей конечно же здесь удача но если будет так продолжать играть то сенсации мы сегодня увидим в 12 туре но сейчас еще один момент тяжело приходится на стандартах футболисткам россиянки еще одна подача в надежде на то что мяч долетит до высокорослой Натальи Машиной Кожникова Анна Кожникова автор победного мяча в розыгрыше Кубка России в финале который прошел в нижнем Новгороде финальный поединок против Чертанова ну и после него стали поговаривать что Чертанова слишком удобный соперник для ЦСКА ЦСКА в матче против Чертанова к Москве поддерживают победу за победу что в чемпионате что в Кубке России минимальная победа Анна Кожникова на шестой минуте открыла счет в том поединке и к удивлению зрителей наверное да и многих специалистов этот мяч оказался единственный матч несмотря на две перекладины в концовке могли Чертанов как и сравнять счет так и пропустить но в итоге он остался до заменения этот самый счет и принес победу московскому ЦСКА женскому московскому ЦСКА россиянки как-то вот недружелюбно именно именно фанаты россиянки сегодня настроены были в самом начале заводя так сказать армейский активный сектор не так много болельщиков сегодня друзья вы сами понимаете из-за чего будний день все-таки не будем об этом забывать начало мача 13.00 но это начало явно не для зрителей а вынуждены это такая мера начать этот матч именно в час дня по Москве здесь все связано конечно же с арендой этого поля поскольку россиянка также является арендатором и это поле в команде городской округ Химки предоставляет бесплатно наверное с этим есть какие-то завязки но это все разговоры разговоры нет официальной такой информации ну назначили на 13.00 значит в 13.00 будем играть как говорится Безинькова играет назад через Татьяну Петрову расстается с мячом россиянку а на человека во дворе здорово действует набирая скорость 99 номер команды вот тот самый человек который забивал в этом сезоне единственный мяч ворота московского ЦСКА в матче первого круга когда армейкам с огромным трудом удалось переиграть ЦСКА Дмитренко тогда открыл счет сделала его в пользу россиянки 1-0 с 11-метровой отметки отправив мяч в ворота ЦСКА но во втором тайме та же Анна Человенко которая тогда еще в первом круге выступала за ЦСКА в основном составе играла там до аренды в россиянку именно она счет сравняла а на 90 с плюсом минуте Анна Кожникова Анна Кожникова принесла победу своей команде вырвав эти самые важные три очка итак мы смотрим за развитием этой атаки по промо-флангу россиянка мяч теряет и контратаковать будет уже ЦСКА блыска отдает налево Сочнева подключает по-моему это все-таки 25 номер против нее правила нарушаются небольшая задержка была да останавливается Екатерина Сочнева 25 номер команды ЦСКА и стандартное положение это опасно всегда в исполнении армии итак давайте посмотрим за стандартом сама же Екатерина будет его исполнять с левой ноги судя по всему Долго готовилась к подаче подает не очень удачно на мой взгляд ударить по воротам Ананиева в красивом прыжке после удара Анны Кожниковой забирает этот мяч намертво 20 минут позади в первом тайме поединка между россиянкой и ЦСКА счет не открыт 0-0 россиянка разыгрывает на своей половине поле передача назад своему голкиперу Мария Алексеева отдает назад на Ананиеву Ананиеву играет на Дарью Чугай Чугай направо и заброс вперед от Дарьи Яковлевой Дарья Яковлева тоже недавно совсем играла в составе московского ЦСКА но вместе с Анной Человяга и Эльвирой Зистиновой покинула расположение московских армиек укрепив состав россиянки перед розыгрышем Лиги Чемпионов но вот такие дела Дмитренко сегодня отсутствует перелом носа если я ошибаюсь у нее был и вот сейчас она восстанавливается восстанавливается достаточно успешно но решили поберечь ее перед Лигой Чемпионов я надеюсь что она там появится в составе россиянки на выезде в Исландию ну а Эльвир Зистиновым мы видели сегодня получил неприятную травму и есть еще конечно же время для того чтобы восстановить свои силы верен в то что Зистиновым поможет команде на европейской арене тяжело пока ЦСКА да моменты возникают у ворот россиянки россиянка пока еще ни одного прицельного удара не нанесла по воротам ЦСКА но вопрос времени опять же вопрос одного момента и все может измениться а вот ЦСКА продолжает подавать стандарты продолжает подавать угловые в том числе снова снова сочного у ВИЧа смотрим за подачей высоко здорово неплохо я вам даже скажу галешник красивейший Ксения Коваленко но по мнению главного арбитра сегодняшней встречи помогала себе активно руками Ксения Коваленко нарушала правила и гол не засчитан Александр Пономарева дает свисток в пользу россиянке в этом эпизоде ну а гол для хит-парада состоялся на самом деле если уж быть честным если бы его засчитали передача направо Дарья Чугай там в одиночестве рядышком уже образовалась Габриэль Ангене решил Чугай не рисковать отдала налево Шадрина диагональная передача вперед но побороться за мяч россиянке там не удалось Кожникова играет в центр через Сабутович Сабутович назад направо на Ксению Коваленко Коваленко не придумала что будет делать в итоге ошибается Ксения и мяч уходит в аут после ее касания искала она предложение впереди но вот не было конкретного стопроцентного варианта но побыстрее надо аут исполнять Виктория Мустафина у нее желтая карточка между прочим да еще и ошибается Мустафина в этом эпизоде дарит мяч футболистскому ЦСКА Черновой и Забоковой в борьбу придется кидать неплохо кстати было выполнено но Блынская не поняла замысел Черновой и в итоге потеряли мяч футболистки ЦСКА Человяка направо на Чугай Чугай смотрит вперед но все-таки останавливается Габриэль Абуди Ангене рядышком совсем с ней персонально видимо Дарья против Ангене играет сегодня ну и Ангене собственно делает то же самое прессингует активно Дарью Чугай Мустафина отличный прием мяча Человяка просит передачу в центре она там одна ну Мустафина играет вперед ошибается Ксения Коваленко исправляет как бы свою небольшую помарочку в предыдущем эпизоде прерывает эту передачу но опять же Сумбур серия ошибок мяч у россиянки Шадрина в касании неплохо перевод вот это уже рискованно Дарья Чугай не ошибиться бы здесь Шадрина уходит из-под прессинга россиянки и приходится лишь ваут выбивать вот так вот добавили сейчас активно футболистки ЦСКА на чужой половине поля прессинг работает ой какой стык неприятный Ксения Коваленко не побоялась она в этот стык пойти осталась на ногах и в итоге мяч остался у ЦСКА Анна Кожникова подача но заблокирована это самая подача Дарья Яковлева против нее в этом единоборстве 25-ая минута заканчивается чуть больше половины первого тайма позади счет 0-0 в этом матче несмотря на преимущество которое бросается в глаза у армей забить они в ворота Анастасии Ананевой не могут пока что не хотят портить праздник Анастасии Ананевой сегодня в футболистке ЦСКА мы по крайней мере пока что первым таймом ну и Настя своими сейвами заводит и болельщиков в том числе которые не умолкают ни на секунду и напоминают всем кто вдруг забыл что именно россиянка действующий чемпион России а это факт Ксения Коваленко в одиночестве на правом фланге можно двигаться вперед перед ней свободная зона она дает проникающую передачу в штрафную площадь которая до Машиной в итоге не доходит Чернова аут быстренько кидает Аксения Коваленко то придется вот такую вот поперечную передачу Анну Кожникову исполняет Анна Кожникова настоящий опытный боец в составе ЦСКА еще раз напоминаю именно она принесла победу своим точным ударом после розыгрыша углового замкнув подачу в Великом Новгороде на почти заполненном стадионе пусть он вмещает всего 3000 но тем не менее он был заполнен до отказа и именно там состоялся финал Кубка России и ЦСКА в итоге впервые в истории стал обладателем трофея Кубок России взяли но опять же вы знаете победили в таком важном матче Чертанова и сколько эмоций было оставлено ради этой победы сколько сил было приложено и сумели ли они восстановиться к матчу чемпионата вот тоже вопрос пока есть проблемы у ЦСКА в этом противостоянии Чернова Человяка против нее Чернова забрался вперед прерывает эту передачу Мария Алексеева не самая простая передача была для нее Коваленко ну что контратага Безенкова вот был у нее такой один момент после ошибки армии в обороне но не смогла Безенкова разогнаться как следует не смогла выйти на оперативный простор и до удара дело тоже в итоге не довела ну такая она все-таки габаритная больше футболистка в составе россиянки там где надо продавить за счет силовой игры вот на скорости на скорости наверное Безенковой оторваться от преследования в этом матче шансов не очень много у нее другие сильные качества но тем не менее на нее большие надежды в атаке сегодня россиянки нельзя же прижиматься к своим воротам действительно и вот сейчас россиянка как раз таки переходит на чужую половину поля Дарья Чугай будет аут выполнять кидает на ближнюю но ошибка ошибка в приеме Дарья Яковлева даже немножко странно при приеме ну а затем неточная передача назад на Чугай и в итоге подарок для ЦСКА Ксения Коваленко вот неплохо Ананева должна читать этот эпизод да мы говорили о том что в матче против ЦСКА на кубок в одной четвертой финала Ананева нервничала это было видно и ошибалась на выходах сейчас же играет просто превосходно считает игру в этом эпизоде безошибочно действует Ананева вот шанс закрепиться по-настоящему в основе команды не знаю кому доверит пост номер один Сергей точнее Григорий Шибаршин тренер команды россиянка в матче против Сьярняна Исландского но сегодня Ананева в основе возможно ставка в ее пользу момент удар с рикошетом от их превосночной ананева берет паузу правильно не нужно здесь нагнетать так сказать обстановку шаги 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 рискованная передача на шаги но она проходит ангене так и без мяча достаточно очень долго находятся не дают габи разбежаться ведь именно скорость ее конек умеет она зажечь так сказать по флангу но вот пока таких моментов мы не видим ну рано или поздно если счет так и будет держаться на табло 0-0 навал самый настоящий ЦСКА устроит на ворот россиянки я не сомневаюсь Кожникова Цабутович Цабутович на Коваленко у Коваленко есть несколько предложений но играет назад поскольку немножко мне кажется замедлилась Ксения в этом эпизоде тот случай когда болельщики россиянка поддерживает Ксению Коваленко слышите да Ксения Коваленко россиянка ее команда все таки да много для кого на самом деле россиянка клуб можно сказать родной до появления ЦСКА на футбольном небосклоне российской федерации ну вот и шанс стандартное положение у ворот эливерутона вот наверное то что нужно сейчас россиянке раз не удается создать свой момент может быть углового с игры не удается может углового удастся что-то сделать то дуа достает до мяча и в итоге подчищают там игроки обороны ЦСКА и можно попробовать убежать здесь контратаку ой-ой-ой неужели не было нарушения правила но разрешает арбитр продолжить встречу показывать что мяч у россиянки остается Габи зарабатывает аут всего лишь мяч от ноги Марии Алексеевой покидает поле чернова Женский турбия Женский турбия Женский турбия Коваленко Козникова перед ней много свободного пространства какая передача проходит от Кожникова на Коваленко Коваленко набирает скорость двоих обходят и отдавать нужно ногами отдает штрафную площадь мяч уже там но Габи Габи мяч теряет Чугай от ее головы мяч летит Ананева и надо сыграть голкиперу немножечко немножечко здесь ошиблась Анастасия посмотрите как ее в росте это превосходит Наталья Машина и даже с помощью рук не удалось Машину толком перепрыгнуть и мяч но в итоге все-таки Машина и поле покинул удар от ворот Людмила Шадрина Алексеева Человяга назад в касании здорово как на тренировке но это без продвижения вперед Чугай подключают естественно та по правому флангу отдает передачу вверх до Безенкова мяч не доходит перехват от Сочевой Чернова Чернова в кубке достаточно много завевала аж 4 мяча отправила в ворот соперника с походом розыгрыша Весвеста не с самой первой стадии начинала тот самый розыгрыш что мы знаем об этих нюансах Мустафина да мяч в пользу россиянки спешит Мустафина как будто проигрывает сейчас россиянка идет последняя минута вот насколько хотят и те и другие взвинтить сейчас темп подачу штрафную домашний мяч не долетает человеку в касании очень неплохо и убегать надо Безенкова в касании можно отдавать на право было но зачем Валерия вот это делает зачем это было нужно было же отличное предложение набирала скорость Яковлева по правому флангу отдавай ей на фланг и иди открывайся вот то что нужно было зачем было лезть на троих здесь по центру непонятно ну может быть нехватка опыта либо просто поверила сейчас в свои силы увидела свободное пространство и решила что получится но не получилось 34 минута нули если кто-то ожидал большого количества мячей в этом матче я лично нет я не говорю я не сказал об этом может быть заранее говорю только сейчас но по смыслу по мысли то что сейчас сейчас нули на табло на самом деле логика в этом и есть несмотря на то что моменты есть у ЦСКА Чернова Сеня Коваленко в никуда передача но здесь могут подарок небольшой россияночке для ЦСКА организовать это происходит машина ворота чуть правее Натальи все-таки хотелось бы ей сказать что-то махнула как косой помечу сейчас не подготовила как следует удар поворотом и в итоге момент который должен был быть опаснейшим превратился буквально в ничто Людмила Шадрина не спеша начинает атаку своей команды не доходит вот эти вот дальние передачи ну там Анна Кожникова ну попробуйте заставить ее ошибиться позиционно и тут-то было да будет о чем поговорить я думаю в первую очередь тренерскому штабу ЦСКА со своей команды где добавить поскольку еще раз хотелось бы напомнить для того чтобы ЦСКА гарантировала себе чемпионство нужно проделать огромнейший объем работы и победить во всех оставшихся матчах чемпионата России момент у армии Габи получила от Смирнова передачу Габи на фланге подавать можно подача здорово и замыкать замыкать удается вроде бы Аннаева право аплодисменты сейчас не стала нервничать забрала этот мяч намертво голливейший момент у ЦСКА счет мог бы быть здесь открыт вы слышите да эту поддержку персональная поддержка Анастасия Ананевой в день рождения вот то что ей нужно наверное то что ее сейчас заряжает по-настоящему да да 21 день рождения Анастасия Ананевой сегодня и болельщики об этом естественно знают ну а до конца первого тайма остается чуть менее 9 минут стандарт у ЦСКА Кожникова на Коваленко Ксения против нее немножечко так правил-то нарушили арбитр оставил это без без внимания Габи технично но нет там блокировки картинное падение от Камерунки и в итоге мяч потерян бонусные вот эти вот секундочки для россиянки чуть-чуть передохнуть сейчас поскольку в концовке тайма ЦСКА явно будет и планирует добавить но пока держится держится Сакамада которая в турнирной таблице на данный момент идет на шестой строчке поскольку вчера Енисей проиграл Дончанка уступила то россиянка за собой эту самую шестую строчку сохранила но отрыв от Кубаночки которая вчера также уступила 5 очков он сохраняется такая пропасть что ли ну а затем вторая пропасть между Кубаночкой и Рязанью точнее уже между Кубаночкой и ЦСКА если посмотреть на таблицу после вчерашних матчей ЦСКА еще раз напоминаю на четвертой строчке сейчас находимся с 22 очками 10 очков ликвидировать этот отрыв нельзя но как я до этого еще говорил то что наш высший дивизион делится на 2 подгруппы первая четверка и вторая четверка есть такое разделение топ 4 мы все о них знаем это звезда черта она в Рязани ЦСКА ну и 4 оставшихся команды среди которых россиянка которая набирается опыта не складывалась у них с начала чемпионата но вот сейчас уже прогресс заметен и может быть несколько позиций там пару-тройку если усилить опытами футболистками на следующий сезон то вполне россиянка сможет побороться вновь за титул шатрина низом играет на человека тяжелая передача для Анны ей пришлось тянуться и в итоге потеря но смотрите опять же достаточно большое количество брака о котором мы и говорили в действиях не только россиянки но и ЦСКА что-то получается ну а вот в завершении пока никак машина скидывает мяч а там никого нет только Анастасия на него но она играет за россиянку а не против заброс вперед Безенкова борется вот-вот кстати то что она умеет делать это бороться и на втором этаже в том числе несмотря не на самый высокий рост но не на самый малый можно пробовать загружать туда в район нахождение на поле Валерии Безенковой как раз таки она уже бороться будет и будет скидывать мяч но это атаку вот эти вот забросы и атаку нужно поддерживать иначе некому будет просто скидывать игровой снаряд заброс на лево не догонит здесь мяч Сочнева или догоняет догоняет и какое решение арбитра аут или отворот отворот сработала судейская бригада здесь достаточно здорово я вот Александру Пономареву представил и понимаю то что не представила ее помощниц сегодня Пономарева арбитр категории FIFA из Москвы ее две помощницы Екатерина Козырева также москвичка и Анна Дмитриева из Азова четвертый арбитр он же резервный Екатерина Слипухина из Москвы Ирина Анатольевна Терещенко инспектор сегодняшнего матча прошу прощения то что судейскую бригаду не представил целиком все таки это важно и у нас последние пять минут в первом тайме при нулевой ничье Кожников хороший заброс он проходит на Габи Габи дальше идет шаждая площадь опасный момент сейчас будет удар в бороду Анастасия Ананева блестящий сэр просто превосходный как же здесь этот заброс-то прошел потому что Анна Кожникова умеет отдать такую передачу это да мы пацанские россиянки мы пацанские россиянки мы пацанские россиянки вот такого я еще не слышал мы пацанские россиянки такой такой поддержки еще не было по-моему Ольга Чернова подача Оружная подача на Ксению Коваленко пробила поворотом но пробить точно ей мешали активно Сергеев Пасад представляет основная торсида россиянки сегодня фанатский сектор именно из этого города ну а за воротами Эльвира Тона активный фан-сектор ЦСКА сегодня не так много болельщиков самый грандиозный выезд в истории женского российского футбола был на Кубке Россия там более по-моему 350 болельщиков приехало в Великий Новгород именно активных фанатов естественно ну и собрали полный стадион вот то что нужно не знаю удалось ли это сделать в Москве даже те же 2700-3000 зрителей собрать на матч именно женского кубка но вот в Великом Новгороде на футбол люди пошли тем более что вход был свободный абсолютно несмотря может быть не на самую жаркую погоду кстати сегодня тоже вот в Химках очень и очень прохладно плюс 6 где-то но когда болельщики вот так вот активно поддерживают свои команды и мне холодно Россиянка мы всегда с тобой вот кто-то вот кто-то о-о-о-о давай 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 о-о-о о-о-о Россиянка в атаке слышишь Россиянка Литвиненко из-за боковой в борьбу Кожникова о-о-о с восяку продой избавляется от прессинга Петровой ССК сможет ли сейчас быстро выйти из обороны быстро не получается а там травма по-моему да арбитр не останавливает встречу считает что может игрок россиянки Дави Яковлева подняться спокойно продолжит игру ну в принципе так и происходит через боль Яковлева все-таки продолжает две минуты до завершения основного времени первого тайма ну я насчитал три момента близких к 100% у ЦСКА в этом первом дайве когда собственно мяч мог побывать в воротах Ананева и также еще были такие полумоменты когда галкипер обязана была выручать но вот то что Ананева героиня первого тайма это факт выбор Георгия Шибаршина вратарский абсолютно здесь сыграл заброс вперед Безенкова доберется здесь до мяча ну не рассчитал немножко отскок Кожникова не рискует 100% небольшая неразбериха но в итоге мяч усочнивает Екатерина играет вперед по бровке никого здесь нет спокойствие как говорится только спокойствие можно на Мустафину исполнить аут но выбирает в роли того кому отдать передачу Человягу 18 номер команды Русиенко Мария Алексеева последняя минута Сочнева играет назад ну что сейчас не будет наверное уже ЦСКА даже рисковать лучше уж 0-0 в первом тайме а затем уже во втором попытаться добавить главное наверное сейчас уже и той и другой команде не пропустить Конихова играет вперед соревнования в скорости неплохая дистанционная скорость и здорово корпусом работает надо сказать Яна Литвиненко в этом эпизоде рывочек Ольги Черновой мы все сейчас прекрасно видим интересно сколько минут добавят к основному времени матча в первом тайме Александра Пономарева я думаю пару минут точно должна добавить посмотрим так ли это или нет взглянем сейчас да вы знаете на табличку резервного орбита две минуты официально будет компенсировано к основному времени первого тайма эти две минуты уже идут Коваленко далее заброс Человяка и наружение права против Анны Блынская фалит Шадрина эффектный у него козичка заплетенная сейчас модно так оставляет мяч Ананевой Анастасия бьет высоко и далеко вперед по мысли правильных человек на подборе там было нарушение правил против Яковлевой та держится за лицо сразу не может подняться Задужна сегодня победа Задужна сегодня победа Задужна сегодня победа Ну что это шанс для россиянки на уже последней компенсированной минуте стандартное положение Гол требует болельщики ну может быть кто знает у мяча Татьяна Петрова выполняет подачу в штрафную площадь борьба за мяч кто доберется до мяча первым Мустафина назад отыгрывать не будет судя по всему сразу вот сейчас можно попробовать Шадрина Человяка и мяч у Человяки забирает Машина Мустафина снова и здесь уже фол фолит капитан команды Людмила Шадрина Ну наверное уже можно заканчивать первый тайм делать какие-то определенные выводы Ну что мы видели мы видели явное преимущество ЦСКА игровое но мы видели также 0-0 на табло и продолжаем эти нули на табло видеть 15 минут есть у команд для того чтобы пообщаться немножко передокнуть может быть как-то поменять тактику может быть какие-то замены тренеры сделать перерыве все это может быть ну а пока нам остается только догадываться о том что мы увидим во втором тайе а увидим мы у вас Продолжение следует... 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 из Москвы, инспектор Ирина Анатольевна Терещенко. Итак, у нас 50-я минута уже подходит к концу. Счет по-прежнему 0-0 и ЦСКА в атаке. Конюхова играет на Машину. Машина дальше. Смирнова, прошу прощения, дальше в касание на правый фланг. Там выбивают у Ольги Черновой мяч из-под ног. Она дает назад на Ксению Коваленко. Коваленко заброс вперед. Чернова даже не бежит. За мячом видит то, что Мустафина находится в хорошей позиции и не продолжает она в итоге борьбу. Ну и, кстати, пару слов давайте о Лиге Чемпионов. Россиянке сопернице достался Исландский из Тьерна. По сути, вторая команда женского высшего исландского дивизиона. Футбол в Исландии любит женский, но не могу я сказать, с нарушением правил в центре боли, опять по голове. Ну что ж такое-то? Не везет сегодня футболисткам. Россиянке здесь достается в этом эпизоде Олеся Чербак. Видимо, Олеся Чербак также появилась на поле в перерыве. И что сейчас со спиной? Ее не может подняться. Неужели вторая вынужденная замена произойдет сегодня у россиянки? Так вот, пока есть пауза, скажу. Кто ж такой Сеярнян и с чем его есть? Что это за команда? Команда, которая, в принципе, тем, кто следит за женским футболом, известна, поскольку в сезоне 2015 года пермская звезда 2005 играла в розыгрыше Лиги чемпионов как раз-таки против нее дважды. И два раза звезда одержала победу со счетом 3-1. Сейчас идет 2017 год, сезон. Тот же розыгрыш Лиги чемпионов 1-16 стадия. Наши клубы минуют квалификацию, они в ней не выступают. А вот что касается команды Сеярнян, то коллектив провел в седьмой группе так называемые три поединка. Задача для команд в группах квалификации занять первое место. Поскольку я сейчас грубо немножко скажу, в квалификационных матчах Лиги чемпионов достаточно много балласта так называемого команды, которая вообще не подходит никак по уровню розыгрыша Европейской Лиги чемпионов. Вот они, собственно, и отсеиваются. И пусть вас не пугают такие результаты, как 9-0 против Форешского Клаксвика, как 11-0 против Македонского Истатова. решающая победа была одержана в заключительном матче против Хорватского Осиека со счетом 1-0. В итоге Сеярнян не пропустив ни разу, забив 21 мяч своим соперницам в трех матчах, вышел в 1-16 розыгрыш Лиги чемпионов и попал на россиянку. И на самом деле, если сравнивать со жребием, которое достался пермской звезде, а это французский Монпелье, россиянке повезло. Повезло, но сказать, что будет просто нельзя, сказать, что будет сложно. Нужно именно так говорить. Будет сложно. Возможно, мы можем потерять две команды сразу же в 1-16, а может быть все-таки хотя бы один клуб, но может быть и два, чем черт не шутит, пройдут. Поскольку матч с участием пермской звезды 2005, он состоится в Москве, а не в Перми, не на стадионе пермского Амкара, а на Сапсан-арене. Также известный как малая спортивная арена Локомотив Черкизова. Именно там звезда примет, если я ошибаюсь, 12 октября французский Монпелье. Команда, которая стала серебряным призером прошлого сезона чемпионат Франции. Команда, которая после трех туров идет без поражений во Франции. Команда, которая в прошлом сезоне опередила ПСЖ или ПСЖ, как сейчас модно говорить. А ПСЖ и Лион играли в финале Лиги Чемпионов. Об этом тоже не стоит забывать. В общем, Франция это не подарок. Вообще, любая команда из французского высшего дивизиона это на самом деле серьезное соперничество. Так что пожелаем, конечно же, звезде удачи, но и россиянке. В том числе для россиянки 5 октября следующий матч состоится. Это будет выездной матч в Исландии как раз таки против Стиерняна. Ответный поединок пройдет 11 числа дома здесь в Химках. В 17 часов по Москве начнется трансляция ответного матча. Ну, а гостевой матч 5 числа в 22.15 по Москве. Я надеюсь, что будет прямая трансляция оттуда из Исландии. организована что удастся нам поболеть за российскую команду. В составе которой очень много футболистов, которые имеют отношение непосредственно к россиянке, естественно, ну и к ЦСКА. Прошу прощения, да, но и наоборот в том числе. Здесь желтая карточка Дарья Чугай, по-моему, и опасный стандарт для ЦСКА. 55-я минута матча. Ну, а для ЦСКА, еще раз напомню, следующим поединком будет матч против Дончанки на выезде 8 октября. Это перенесенный матч перенесенного 9-го тура. Ну, и туда армейки поедут, естественно, за тремя очками. По-другому быть не может. Для тех, кто не слышал наш репортаж, но таких, наверное, достаточно много, поскольку, еще раз напоминаю, то, что были у нас проблемы. Я не знаю, как сейчас дела обстоят, идет ли трансляция. В любом случае, матч будет перевыложен полностью в записи на канале в Спортеру сегодня вечером. Для тех, кто хочет его посмотреть, а сейчас смотрим стандартное положение удар в воротом Щербакова. Не нервничать, главное, новоиспеченному голкиперу россиянки во втором тайме. Ну, и справляется она с нервами и с этим дальним выстрелом в створ ворот. Ну, вот и вы слышите, возможно, болельщиков россиянки, которые сегодня, мне кажется, в самом начале провоцировали болельщиков армейской команды активного сектора, выкрикивая нелицеприятные слова в адрес фан-сектора ЦСКА. Ну, не знаю, был ли это какой-то легкий троллинг, болельщики знают ли друг друга, поскольку болельщики россиянки приехали сегодня из Сергеевого Посада, если я ошибаюсь, основная их часть, ну, никак на это особо не отреагировали. Фанаты московского ЦСКА, они продолжают, как говорят фанаты, шизить и поддерживать свою команду, не замолкая ни на секунду, пусть сегодня сектор не такой большой, как в Великом Новгороде на финале Кубка России, время сегодня неподходящее для того, чтобы посмотреть футбол с трибун, ну и Ольга Чернова у мяча далеко до ворот, но подавать с этой позиции можно и нужно в штрафную площадь, давайте посмотрим за этой подачей. Высокая траектория полета мяча, там борьба за мяч, Кожников скидывает, мяч дальше и удар по воротам все-таки состоялся в этом эпизоде. Ксения Цубутович головой пробивала, но там положение вне игры. Зафиксировалась судейская бригада Машина. Еще один офсайд по мнению судейской бригады. Дарья Чугай берет небольшую паузу, думает, с кем разыграть, с ближним здесь не получится, только вперед выносить туда мяч в борьбу в надежде на то, что Безенкова зацепится, цепляется Ксения Коваленко на втором этаже, дальше Анна Кожникова, Кожникова передача не точная, вот есть момент у россиянки в срафной площади команды и удар по воротам, то, чего мы вообще не видели толком-то за весь матч, какой момент был у Яны Литвиненко, но не прижала она мяч как следует сейчас для того, чтобы попасть в свой ворот Эльвира Тодова, которая не могу, наверное, сказать, что отдыхает, но нету ее практически работы, а сегодня, между прочим, холодновато в подмосковных химках, плюс 6 градусов, так что ей, наверное, не позавидуешь, немножечко видно, что прохладно Эльвире, но смотрите, еще одна атака россиянки, она человеку ее начинает, смотрит направо, далеко отпускает в итоге от себя мяч, здорово в отборе играет Сочнева, и уже ЦСКА бежит атаковать, но бежит малыми силами, и что-то случилось с Натальей Машиной, вы сейчас этого не видите, лежит Машина на чужой половине поля, вот там, вот вдалеке, держится за бедро то ли ушиб, то ли растяжение, сейчас моментально появляется медицинская бригада армейской команды на поле СК Новые Кимки. СК Новыми Кимки. СК Новыми Кимки. СК Новыми Кимки. Да, возникает пауза. Будет, конечно, повод у Александра Пономаревой компенсировать это время к основному. И еще раз напомню для тех, кто, может быть, не следил за первым кругом чемпионата России. ЦСКА одержал труднейшую победу, трудовую, волевую победу над россиянкой в первом круге с отсчетом 2-1. Проигрываем по ходу встречи 0-1 после гола Екатерины Дмитренко, которая сегодня отсутствует из-за травмы. Итак, раз у нас такой интерактив, для пользователей сети инстаграм армейских валяйщиков сообщаю о том, что трансляции есть. В прямом эфире сейчас, но по другой ссылке, не по той, которая была опубликована в официальной группе ЦСКА. Ссылку можно найти на канале в Спортлиру. Друзья, подключайтесь к прямой трансляции. Ну, поболеем за красивый футбол в оставшиеся полчаса. Что, нормально, да? Слышно? Да, мы и ребят слышим. Итак, друзья, мы в прямом эфире по-прежнему. Но, говорю по-прежнему, поскольку, чего сегодня только не произошло здесь в Исканово-Химке, и не был показан в прямом эфире первый тайм, он будет записан на канале в Спорте. Мы обещаем. Идет 61-я минута встречи россиянка ЦСКА, счет 0-0. Также те, кто активно пользуется сетью инстаграм, смотрели прямой эфир на аккаунте московского ЦСКА официально. Итак, новая ссылка на трансляции, друзья. Делитесь этой ссылкой с болельщиками. Смотрите футбол в прямом эфире на канале в Спорте. Мы продолжаем. Вы слышите, какая сегодня поддержка. Поддержка есть и у россиянки, и у ЦСКА. И может поэтому, поэтому ЦСКА не может воплотить в голы свое преимущество в этом матче. Для тех, кто не в курсе, скажу, что замена голкипера была в перерыве у россиянки. Блестяще провела свой отрезок игровой Анастасия Анонимова. Но сегодня тренеры решили проверить двух своих голкиперов перед Лигой чемпионов. Перед поединком против исландской команды с Ярмян, о которой я достаточно много уже рассказал, но не все об этом, к сожалению, слышали. Не знаю, есть ли смысл сейчас повторяться. Но скажу лишь только, что выездной матч в 22 часа 15 минут 5 октября начнется по московскому времени. Трансляция из Исландии, я надеюсь, у нас будет. Россиянка сыграет со Сверняным на выезде. А здесь 11 октября в 17.00 ответный поединок. Для ЦСКА все или ничего. ЦСКА не должен здесь терять ни одного очка в четырех оставшихся матчах. Команда сейчас, в данный момент, пока этот матч не завершился, на четвертой строчке находится. Поскольку вчера все конкурентки выиграли. Выиграли и Рязань, ВДВ, и Звезда 2005, и Чертанова. И в итоге Звезда лидирует с большущим отрывом. 29 очков у команды. И все шансы стать чемпионами России в этом году. Но у ЦСКА есть свои шансы. Но бить же надо уже по воротам было. Ну что они там придумали, а? В штрафной площади. В итоге без удара. Без удара. Это атака. Завершилась Смирнова. Оказалось бы, она будет подавать углов. Но нет Веры Симоновской, которая появилась также после перерыва. Заменила она Карину Блынскую. Именно Вера Симоновская сейчас будет подавать. Ну я думаю, вы слышите, да? Что скандируют болельщики-россиянки. Ну а посмотрим. И Симоновская, та, которая может забить прямым ударом с углового. То, что она не раз сделала. Подача очень неудобная. Казалось бы, для Щербаковой. Елизавета играет кулаками. Здорово. Симоновская на подборе. Еще один заброс вперед. Нет, это удар. Это удар в ближний угол. И Щербакова этот мяч вылавливает. 65-я минута. Ну что, 26 до завершения основного времени этого матча. Нули. Катастрофически для ЦСКА нули на табло. Ну и плюсик такой для россиянки. Пусть, если сегодня россиянка и одержит, точнее не одержит победу, она берет очки в этом матче. Она не сдвинется с шестого места в таблице. Но тем не менее, это будет достижение отнять очки у своего принципиального конкурента. У ЦСКА. Пока получается сдерживать атаки армейек, которые, может быть, все-таки, все-таки не в самых оптимальных кондициях после матча Кубка России. Да, много сил и эмоций оставлено было. И найти эти силы и эмоции во втором тайме просто необходимо армейкам. Вот Анна Кожникова, она должна своим опытом поделиться и за счет, опять же, своего опыта добавить, постараться в атаке команды. Раз уж не получается у нападающих сегодня, то капитан должна сказать свое слово. Но смотрим за атакой. Смирнова, проникающая передача в штрафную площадь. Я вижу, что появилась под 63-м номером Валерия Беспаликова в составе ЦСКА для того, чтобы добавить скорость атакам армейской команды. Вот такой вот эпизод. А разрешил ли арбитр матч таким образом? Остановить игру. Ну да, разрешила, конечно же. Это не затяжка времени. И вот смотрите. Елизавета Щербакова и Габриэль Ангине. Шнурки на бутер помогла завязать. Какой трогательный момент получился. И вот такой подарок от Щербакова. Она прямо на Ангине выбивает мяч. И атака армии. К посла правым флангом Смирнова. Сохранила мяч. Уходит в край. Надо подавать. Подача. И сваливается мяч с ноги. Уходит за линию ворот. Еще раз напоминаю для телезрителей этой трансляции. Для тех, кто хочет посмотреть матч целиком и полностью. Но уже в записи. Он будет сегодня вечером уже доступен на канале в спорте. К просмотру в YouTube. Так что заходите на канал. Ну и смотрите. Смотрите футбол, друзья. Для тех, кто не знает в какой форме ЦСКА, я скажу, что красно-синие цвета. На армейках россиянка действует в таких розовых майках, бирюзовых или цвета фуксии. Как говорится. По-современному. Человяга. С мячом россиянка. Заброс вперед. Анна Кожникова. Передача на ТОДО. Ой, как рискованно. И хорошо, что получается. Извиняется Кожникова. Не очень хорошую передачу на ТОДО. Отдавала неправильно. Аут. Выбросила Яна Литвиненко. Развела руки в сторону. Не из-за головы. По мнению ассистента рефери. Анна Кожникова. Начнет атаку своей команды. Вот такой вот передачи вперед. Не долетает мяч до адресата. Но Сосима его подбирает. Отдает нангины. Не проходит передачи. Стеной стоит россиянка. Пока крайне тяжело. Крайне тяжело армейкам. Симоновская на Кожникова. Сегодня победим. Вы победим. Мы лучше всех. Мы лучше всех. Заброс вперед от Генея. Шербакова. Надежно. Прочитал. Слишком много забросов от армейок на самом деле. И все они в принципе пока что ничего опасного себе не тает. А вот и короткие попытки разыграть. И можно дальше идти. Штрафной. Пользуется ИСКА. Там аж два нарушения было в одной атаке. И в итоге последнее нарушение было на Габе. Она падает. И до ворота всего. Ну относительно ничего. Метра 23. Позиция отличная. К мячу подходит Надежда Смирнова. Был у нас повтор нарушения. Здесь без сомнения фол. А Шербаков выставляет стенку аж 4 с плюсом человека. Этим плюсом будет являться Габриэль Ангене. Там же еще рядышком футболистки-россиянки. Итак, смотрим. Возможно, ну не кульминационный момент, но очень важный момент для ЦСКА. Удар. Поворотом с рикошетом справляется Шербакова. Хорош, Лиза. Вот что ей сейчас с трибун прилетает. От болельщиков-россиянки и поддержка вратаря. Шербакова, Лиза, Лиза, Шербакова. Где же вы были, парни, да? В этом сезоне. Где была активная поддержка россиянки? Шербакова, Лиза, Лиза, Шербакова. Все это время. Как же ее не хватало. Выбить нужно мяч. Сейчас лежит игрок россиянки в центре поля. Яковлева, ну посмотри ты на поле-то, а? Остановить надо. Или нет? Или сможет сейчас подняться, по-моему, Безенкова, да? Ну, Безенкова и в каждой игре почти достается. Не везет ей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мама дорогая, какое столкновение. Будет у нас повтор, я надеюсь, сейчас этого момента. Все там живы, здоровы-то, а? Яковлева буквально впечаталась сейчас в Конюхову. Анастасия Конюхова встала на ноги. Вот она крупным планом, а вот и повтор. Повтор этого стыка вот сейчас, да, ой, как неприятно. Но, слава богу, что все обошлось. Всегда это опасно. Верховая борьба. Ровно 20 минут до завершения основного времени второго тайма и всего матча. А Яковлева, по-моему, желтую карточку получила, если не ошибаюсь. Да, так и есть. Ну вот нам об этом сейчас и напоминает диктор по стадиону. Атака ЦСКА. Ну что, будет фланговый прострел на подаче. Есть опасный момент уже в штрафной площади. ЦСКА. Передача в центр не очень хорошая. Кожникова. Симоновская. Две тринадцатки сошлись в очном противостоянии. К Симоновской. Что творит? Мяч пользуется ЦСКА. Здесь должно быть. Да, так и есть. Симоновская на Ангине. Ангине ставит корпус. Уходит. Уходит. Дальше в стартовую площадь. Обазный момент. Щербакова. Лиза Щербакова. Еще момент. Гол. Габриэль Ангине. Нет положения вне игры. Именно Габи коснулась мяча здесь. Последний бежит праздновать. К вип-трибуне. Воздушные поцелуи от Габриэль. Семьдесят первая минута. Одиноль. Одиноль Габриэль Абудиенгене. ЦСКА выходит вперед. А у нас повторный эпизод. Давайте смотреть. Собственно Габи этот момент и создал. А вот здесь Щербакова тащит. Здесь Симоновская. Нет, не Симоновская. Куникура, да? Пробивала. И Габи подставляет голову. В итоге. В итоге находясь еще и не в положении вне игры. Мяч меняет. Траектория Палена. И счет. Одиноль. В пользу ЦСКА. Важнейший гол. Важнейший. И в лайв таблице изменения сразу же. ЦСКА на данную секунду уходит. Уходит с четвертой позиции. И в режиме лайв обгоняет и Рязань. И Чертанова. И набирает 25 очков. 4 до звезды. И игра еще в запасе. Вот так вот. Симоновская. Но я говорил, что во втором тайме россиянке будет тяжело. Хотя и у россиянки были моменты. Пусть не такие опасные. Но естественно это еще не все. Начало голом положено. Ксения Коваленко. Подача. Щербакова. Несколько шагов назад и забирает мяч. Спешит Елизавета. Касат-Диван. Да, мало. Касат-Диван. Россиянка садет. С нас вместе. Несколько шагов. Несколько шагов. С нас вместе. Давай, давай. С нас вместе. Давай, давай. С нас вместе. Итак, мы продолжаем. 74-я минута. Минимальное преимущество армейской команды и достаточно большое преимущество по игре. Но по счету пока очень и очень все скользко. Да, вот так же минимально выигрывала команда в первом круге. 2-1. Разница в один мяч была между этими коллективами. На кубок ЦСКА сыграл лучше гораздо. Требеза ответных мяча. Или даже 4, если я ошибаюсь. Улетела ворота. Россиянки. Мустафинов алит откровенно. Ну а что там было до этого? Мяч же в пользу россиянки в итоге оказывается. Такое вот решение арбитра. Симановская. Друзья, еще раз напомню. Несколько раз уже об этом говорил в трансляции. Для тех, кто хочет посмотреть матчи розыгрыша Лиги Чемпионов женской. Оба матча с участием двух наших команд. Ответные матчи пройдут в Москве. Ну, первый матч в Подмосковье. Здесь в Химках. Как раз таки в СК Новые Химки. Россиянка. Встретится с командой из Исландии. С командой Сьернан. 11 октября в 17.00. Этот матч состоится. Ну, а 12 октября на Сапсан-арене в Черкизово. На малой спортивной арене Локомотив. Она так более известна пока что. Встретится «Звезда 2005» и «Монпелье» Франция. Россиянка. Россиянка. Два футбольных женских европейских дня. Россиянка. В Подмосковье и в Москве. Так что все желающие приглашаются на трибуны. Вход на матчи будет свободным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Угловой в пользу ЦСКА. Которые уже в свою очередь не так уж и спешат. Понятное дело, счет команду устраивает. Какой бы ни была победа, 1-0, это все-таки три очка. Именно набирать очки сейчас важно для армейской команды. Задачу взять кубок выполнили. Задачу попасть в Лигу чемпионов пока еще нет. Чемпионат хоть и близится к своему завершению российский. Но еще достаточно много работы. Вот тяжело сейчас было против Кожниковой и Чербаковой. Но та справляется. Передача на фланг Чернова. Кожникова. Не добираясь до ВЧА после навесной передачи от Черновой. Человяга. А на Человяга звездочка в составе россиянки. Рада! Рада! Достаточно неплохой матч проводит. Но вот одной, как говорится, тяжеловатой. Нужна помощь. Стой, Кай! Кай! Иван! Небольшая пауза в игре. Но сейчас можно будет уже продолжать. Черновый за боковой. Да, Габи мяч не налетает. Но это не повод опускать руки и заканчивать борьбу. Борьба продолжает. Симановская читает эту передачу. В итоге было нарушение правил, наверное, на ней. Но арбитр никак не реагирует. Кожникова в сеночку сыграла со Смирновой. В итоге, опять же, небольшие помарки технические есть. Петрова. Тоже ошибается. Кожникова. Ух! Яковлева как тут против Анны Кожниковой. Симановская назад на капитана. Цабутович. Коваленко справа есть. Она и получает передачу. Контроль за ЦСКА, конечно. Вот сейчас прессинговать надо. Россиянки. Но они понимают, что, подя в коллективный прессинг, можно нарваться на контратаку. Вот за счет дальней передачи могут сыграть армейки. И там уже выходить на оперативный простор. Конюхва. Центр. Сочнева. Очень неплохо. Оттесняет ее человека корпусом. Сочнева. Как прошла-то вперед. Но Мария Алексеева. Играет в подкате. И прерывает эту атаку. Вторым темпом идет атака ЦСКА. Прострельная передача. Проходит. Беспалникова. Дальше. Это Габриэля. Буди. Какой момент. Какой момент создают армейки. Беспалникова отлично поделилась здесь мячом. А это дальний выстрел от Кожниковой. Вот это футбол. Вот то. То, что нужно. Да. Для зрелищности. Вот такие вот удары. Такие моменты. Многие критикуют женский футбол. Говорят невозможно смотреть. Но здесь-то все не так, друзья. Бывают и в ФПЛ-игры, которые достаточно скучно смотрятся со стороны. Все бывает в футболе. Но сегодня, несмотря на то, что всего лишь один мяч к 79-к, в 80-й же минуте, игра смотрится достаточно напряженной и интересной. Мустафина. Играя через дом, как говорится, Чербакова. Баргарита Мануйлова, кстати, появилась. Потому что сегодня не удалось мне прокомментировать вам замены, происходящие на поле. Мануйлова вышла во втором тайме в составе «Россиянки». Коваленко подключает Черно. До восточной передачи не доходят. Да. Нивелирует вот этот вот брак передачи. Вот то, что нужно команде. Много сегодня ошибок. Лишь в одну команду мы верим. Отсюда низкая результативность. Но, опять же, может быть, неоптимальные кондиции. Кстати, о кондициях. Вот в Исландии также давно уже идет чемпионат. Примерно по точно схеме, как и у нас. А вот что касается чемпионата Франции, Монпелье соперник звезды, то там прошло три тура. Монпелье в трех матчах одержал победу. Лидирует вместе с Леоном. Я говорил о том, что звезде в Лиге чемпионов достался серьезный соперник. Один из самых серьезных. И даже, можно сказать, Монпелье является претендентом именно на выход в финал Лиги чемпионов. У команды большие на европейский кубок планы. Но вот сумеет ли звезда остановить Монпелье? Вот вопрос. Ну и там, понятное дело, что Монпелье сейчас будет на ходу. Поскольку чемпионат в самом разгаре, а у нас уже чемпионат близится к совершению. Но то, что девушки устали, может быть, от футбола, от нагрузок, я не берусь сказать. Чемпионат у нас достаточно скоротечный. Всего восемь команд в высшем дивизионе. Всего четырнадцать матчей в регулярке проводят коллективы. Этого мало. И команды могут потерять форму не от того, что они... Точнее, физические кондиции потеряют. Не от того, что они много играют, а от того, что они долго ждут следующего матча. Календарь-то растянули, но очень большие паузы в чемпионате возникают. И с этим надо бороться. А это шанс уже для россиянки. 82-я минута. И штрафной вблизи ворота Эльвиры Тонуа. Хорошая позиция как для удара, так и для подачи. Ну и не спешат футболистские россиянки разыгрывать этот штрафной. Мяч в руки берет Татьяна Петрова, и сейчас именно она его будет устанавливать. Здесь никакого хитрого розыгрыша мы не увидим. А вот что будет делать Петрова? Бить или подавать? Последняя там консультация с арбитром, игрокам в стенке. Всего лишь два человека. Эльвир Тонуа ставит в эту самую стенку. Или все-таки три. И Симановская туда же. Да, три человека в стенке. Ну что? Серьезный момент для россиянки. Подача мягкая в штрафную площадь. Коваленко справляется. И Валерия Беспалникова борется на фланге. Только борьба. Беспалникова, судя по всему, рукой в лицо сейчас угодила. Яни Литвиненко. Литвиненко лежит, не может подняться. Больно ей сейчас. Но это борьба. А ЦСКА не выбивает мяч. Продолжает свою атаку. Беспалникова бьет муоротом. Заблокированный тут удар. Валерия нарушает правила. Но Литвиненко Валерия это запомнила. После этого эпизода. Да, но тут интересный момент, был ли там фол. Вот смотрите сами, рукой попало по лицу Беспалникова, Литвиненко. Но арбитр оставил этот эпизод без внимания. Семеновская. Нет, нельзя продолжать, там нарушение правил. Кожникова пробьет. А правила нарушили на Анастасии Кониховой. Тодо открывается уже даже под передачу. Кожникова решает разыграть с Кониховой. Кульминационные минутки этого матча. Россиянки терять нечего, только атаковать. Безинкова не принимает эту передачу. Да, не самая лучшая игра для Валерия, но тяжело ей. Мало когда у нее есть такая серьезная поддержка в атаке. Ну и удары Безинковой, об этом мы не можем говорить сегодня. Их попросту опасных не было. Семеновская подает в касание Беспалникова. Добирается до мяча в штрафной площади. Выходит из этой самой штрафной площади, отдает назад на Чернову. Чернова играет еще дальше, назад на Коваленко. А Ксения Коваленко готова подавать в штрафную площадь. Подача не точная. Вот на самом деле в раздевалке была критика в адрес Ксении Коваленко за эти передачи, которые она отдавала. А вот это ошибка Беспалникова. Беспалникова, она в одиночку с мячом поддерживает Яковлева. Атака сзади. Беспалникова тащит мяч к линии в ворот. Дает на Яковлева и ошибается передача. Вот так. Потеряли возможность россияночке атаковать. Габи. Тоже ошибка. Чугай прессингует. Габи избавляется. Прессинг ударит Чугайную. Чугай догоняет ее, цепляет за руку. И нарушение правит. А у Дарина Чугай капитанская повязка. Вот так вот. Пришла она к ней от Людмилы Шадриной. Которую заменили во втором тайме. Ольга Чермова. Заброс вперед. Кожникова провожает мяч. Корпусом его прикрывает. Безинкова хоть и догоняет, но игровой снаряд уже покинул пределы поля. Верим команду! Верим команду! Верим команду! Верим команду! Верим команду! Верим команду! Сочнево, Ангене, замолкли трибуны в предвкушении чего-то, Ангене, Дася отдает и в пятку Смирнова, и попадает на мяч, остается у армии, Надежда Смирнова, Гавриэль Ангене, двое против нее, и снова нарушение правил против Габи, Быстроногая Камерунка падает на искусственный газон спортивного комплекса Новые Химки, поле спортивного комплекса, газон искусственный, а игра-то настоящая, и к мячу подходит Вера Симоновская, левая рабочая нога у нее, последние там консультации с Габриэлем Ангене, Судя по разбегу, она вот таким крученым ударом попытается поразить ворота Елизавета Щербакова Вера, забивай, Вера, Вера, забивай, скандируют болельщики ЦСКА, Лиза, отбивай, скандируют болельщики россиянки, посмотрим, что будет, гол Симоновский, или Сэйв Щербаковой, или выше ворот, мяч полетит, перекладина, добивание, 2-0! 2-0! 2-0! ЦСКА одерживает победу в этой встрече Симоновская просто мастер стандарта, пусть не забила, но вот голевой пас может на свой счет записать Давайте смотреть, давайте смотреть повтор Да, Вера, просто фантастическое исполнение Там, по-моему, Щербакова-то коснулась мяча Так, смотрим, полет мяча Нет, не касается, именно перекладина И на добивание никаких шансов не оставляет Надежда Смирнова, 2-0 ЦСКА И именно Надя Смирнова сейчас скандирует болельщики армейской команды Зная о том, что именно Надя Смирнова и забила Последняя минута основного времени матча Да, я говорил о том, что сегодня Екатерина Дмитренко не хватает в составе Россиянки Травма у нее, может быть, она и могла бы помочь своей команде И избежать этих голов Но в составе ЦСКА нет Елены Череховой Но она сегодня здесь В армейском шарфе Болеет за свою команду В любом случае, если не на поле, то на трибунах 2-0 ЦСКА набирает очередные три очка За победу Беспуаликова Я не сомневаюсь в этом ни разу Я думаю, никто уже не сомневается в том, что сегодня ЦСКА одержит победу Но победу трудно Согласитесь, было нелегко команде Но с сопротивлением россиянки в итоге удалось справиться Всего одну минуту добавляет арбитр Но почему? Неужели хочет пожалеть нас с вами? Вот комендантская позиция под открытым небом, можно сказать, находится Я стою и трясусь уже от холода Стараюсь этими эмоциями себя согреть Решили пожалеть зрителей, да, собравшись на трибуну Я думаю, не менее трех надо было компенсировать Но у арбитра своя точка зрения на этот счет Видимо, вот этот вот второй гол Который забили в подвольщике ЦСКА И стал таким подскорием арбитру Для того, чтобы добавить всего лишь минуту Компенсировать ее, точнее Еще раз давайте поздравим голкипера команды россиянка Анастасию Ананеву С 21-летием Сегодня у нее день рождения Поздравляем тебя, Настя Желаем спортивных успехов тебе И без травм обходиться Защищать пост номер один в воротах россиянки Ну и Лизе Чердаковой тоже пожелаем удачи Она вышла во втором тайме Хоть я пропустила два мяча Но на ее совести явно они не окажутся Выручала свою команду и не раз Но в итоге 2-0 в пользу ЦСКА Здесь встреча у нас все-таки задержится больше, чем на минуту Там помощь оказывает Дарья Чугай Капитану россиянки на данный момент Между прочим Ну и Дарья Чугай придется покинуть поле на несколько секунд Я думаю, она продолжит игру Но это уже формально Поскольку арбитр уже в любой момент Может дать финальный свисток Вот мы видим третьего номера покидающего поля Ближайший матч, еще раз напоминаю Россиянка проведет на выезде Матч Лиги Чемпионов в Исландии против команды Стерлян В 22.15 по московскому времени 5 октября этот матч состоится Ближайший домашний матч, ответный матч Лиги Чемпионов для россиянки 11 октября в 17.00 здесь в Химках Лицинская ближайшая встреча выездная 8 октября армейки сыграют с Дончанкой на выезде Матч перенесенного 9-го тура Тодо ждет, пока Яковлев к ней прибежит Выбивает Эльвира далеко Подвор за армейками Ну что, еще один момент увидим? Нет, не будет момента Смотрит на секундомер Главный армитр из сегодняшней встречи Александр Пономарева дает свисток 2-0 победа московского ЦСКА Во втором тайме мячи забивали Габриэль Абуди, Ангине или Габи На 71 минуте 1-0 И в позорной встрече Надежда Смирнова на добивание После отличного исполнения штрафного в исполнении Веры Симоновской Делает счет окончательно Друзья, несмотря на технические проблемы Вы сможете посмотреть первый тайм этого матча в записи на канале в спорте Ну а для тех, кто следил в прямом эфире Большое вам спасибо, друзья, что были с нами все это время Для вас работал комментатор Сергей Вагданов Увидимся на женском футболе До новых встреч и до свидания Группа Эф всегда в нашем сердце! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok